Я более чем уверена, что здесь и сейчас каждый из вас готов поделиться теми привычками, над которыми начали работать вы. Я начала работать, как мне кажется, над двумя очень легкими привычками, и я за вот этот период получила хороший результат. Некогда у меня была привычка всегда перед едой, за полчаса до еды, выпивать стакан такой чуть-чуть теплой воды, да, для того, чтобы на завтрак, обед и ужин съедать меньше. Но, честно, все-таки тот самый маленький ребенок всегда говорил мне, Катя, ну зачем вставать раньше, идти, готовить себе, наливать воду, лучше ты пойдешь и через полчаса покушаешь. И я, как-то, знаете, наверное, про это дело забыла, но потом на тренинге вспомнила, а ведь это была очень хорошая привычка, она помогала держать себя в форме, она помогала мне, она помогала мне действительно съедать меньше и съедать более здоровую, здоровую пищу. И я начала работать над своей привычкой, и вот в течение этого периода времени у меня очень хороший результат, я очень довольна, что у меня получается, и надеюсь, что в скором времени это будет то действие, над которым я не буду задумываться, оно будет просто проходить на каком-то автоматическом уровне. И вторая привычка, над которой я начала работать, она действительно очень классная, она за этот период времени кардинально поменяла мое, наверное, такое энергетическое, эмоциональное состояние. Это желание и возможность ложиться спать до 11 часов и примерно до половины 12 засыпать. И мое каждое утро теперь становится более ярким, даже несмотря на то, что за окном у нас не очень солнечная и яркая погода. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо Алене за эту встречу, этот тренинг, те советы, которые она нам давала, у меня очень многое получается. И надеюсь, что это только первые такие самые маленькие, самые легкие привычки, над которыми я смогла поработать, и дальше будет только круче. Но я не каждый день умудрялась ложиться так, как я вам говорю, и я иногда забывала пить воду. И сегодня как раз-таки мы поговорим вот над этим путем сопротивления или путем каких-то лайфхаков, которые помогут нам с вами привычки все-таки ввести в нашу жизнь гораздо более эффективно и качественно. Ну что ж, все, моя часть закончилась, буквально пару минут, как я и обещала. И сейчас я хочу пригласить на нашу импровизированную сцену, наверное, всем нам очень-очень полюбившегося тренера, консультанта по здоровому образу жизни и изменению привычек, сертифицированного консультанта системы Thomas International, Алену Бурдейну. И я прошу вас самыми бурными аплодисментами поприветствовать Алену в нашем чате. Алена, приветствую. Я слышу ваши аплодисменты, это действительно так. Я прям вспоминаю, как вы всегда с полной отдачей встречаете и провожаете тренеров, спикеров и выступающих. Дайте знать, что меня слышно и видно. Дайте знать, пожалуйста. Слышу аплодисменты. Вот что-что аплодисменты слышу. Сейчас хочу понять, что меня слышно и видно. Есть плюсики, все отлично. Хорошо, тогда мы сегодня с вами... Во-первых, очень рада, что мы опять с вами встречаемся. К сожалению, не вижу ваши лица, ваши улыбки, но я их чувствую. И с радостью хочу сказать, что мы сегодня продолжим и как бы поставим вот такой вот завершающий аккорд именно в презентации менеджмента привычек. То, что мы, может быть, чуть-чуть не успели и не так сильно углубились. И я понимаю, что есть детали. Знаете, как говорят, дьявол кроется в деталях. И вот есть детали, которые, может быть, мы не озвучили. И сегодня мы это сделаем для того, чтобы все получилось. И я очень рада, что Катя сказала, прошло 22 дня с того момента, как вы начали формировать у себя новые привычки. Потому что это как раз вот то ключевое 21 день, о котором мы будем говорить, что получилось, что не получилось. Я надеюсь, что каждый из вас хотя бы попробовал что-то сделать, что-то формировать. И мы можем сейчас уже работать не просто с какой-то теорией, а непосредственно с тем, что у вас получилось или не получилось. Поэтому приветствую вас. Менеджмент привычек. Мы с вами продолжаем. Напомню, что меня зовут Алена Бурдейная. Хотя Катя уже представила. Так что мне больше и добавить нечего. Единственное, что я поменяла новую фотографию именно в этой презентации. Она будет только в этой презентации больше нигде. Потому что она совсем не бизнесовая. Но это ровно неделю назад, где я бежала в марафон в Нью-Йорке. И спасибо всем, кто помнил, поддерживал меня на Фейсбуке, в Инстаграме. Многие писали, желали. И у меня все получилось. Так что еще одна медалька в копилке моих марафонов. Теперь нужно придумать следующую. Следующую себе мечту, следующую цель. И сейчас я веду достаточно активный образ жизни. Много спорта. Много изменений, связанных с питанием. Я ложусь не в тот же день, в который встаю. То есть раньше я не смотрю вообще телевизор. Как многие говорят, если ты не смотришь телевизор, но завершаешь в соцсетях, тебе особо нечем хвастаться. Действительно, соцсети присутствуют в жизни. Но они составляют большую часть моей работы. В остальном такие вот вредные привычки, они заснули, замерли, засохли. Как угодно. Ну, как говорят специалисты, что они полностью не уходят. И эта фраза, она подбила уверенность у некоторых участников тренинга. И мне девушка одна написала, что вот этой фразой вот прям всё было нарушено, вся её вера в то, что у неё получается. Я хочу сказать вам, что... Ну, знаете, против науки не попрёшь. А с другой стороны, ведь происходит в нашей жизни то, во что мы верим. И если я верю, что часть моих привычек, она уснула навсегда, и я верю в то, что курение не вернётся в мою жизнь, но я не хочу думать о том, что... Ой, ужас, какой я столько усилий сделала для того, чтобы изменить свой образ жизни, что они сейчас вернутся. Я не фокусируюсь на тех вещах, которые мне не нравятся. И поэтому, несмотря на то, что говорят специалисты, что любой стресс может спровоцировать какие-либо опять возвращения наших привычек, ну, хорошо, пускай говорят, посмотрим, понимаете? Поэтому здесь нужно знать, знания, они дают нам определённую силу, но не обязательно в эти знания тотально верить и не продолжать движение, не продолжать свои изменения, не продолжать формировать новые привычки. И вот 6-7 лет назад, то есть мой образ жизни, он был абсолютно-абсолютно другой, и именно увлечение, случайное увлечение темой привычек, которая стала сейчас, в принципе, моим основной деятельностью. Оно помогло мне поднять энергию. Вот те вещи, которые вы видите на экране, это то, что начало происходить со мной, потому что когда ты достаточно молод, энергичен, ты не замечаешь, как вредные привычки на твою жизнь влияют. Ты не замечаешь, как падает энергия. Вспомните, у кого были ситуации, когда всю ночь тусил, а может быть, кто-то сейчас из вас находится в том возрасте, когда можно всю ночь зажигать на дискотеке, проводить время с друзьями. Утром встать, ну, немножко сонно, но зато энергии всё равно достаточно, чтобы весь день потом отработать, встречаться и так далее. Но в какой-то момент начинаешь чувствовать, что энергии не хватает, самочувствие падает, продуктивность снижается. Те вещи, которые требовали меньше усилий, сейчас забирают больше энергии. И самое ужасное, что я начала видеть изменения в своей внешности, которые невозможно было решить вопросом, ну, ладно, за один день это сплюсь, и всё вернётся. Ну и, соответственно, пошли качели по здоровью. И поэтому я начала сознательно менять свой образ жизни. То есть не произошло вдруг случайно. И как мы с вами... Так, сейчас, подождите, мышечку потеряла. И как мы с вами уже говорили, что новая привычка может зайти в жизнь, вы не знаете, какая именно застрянет. Я хочу вас попросить написать плюсик, кто начал, начал. Я не спрашиваю, успешно или нет, вести дневник привычек. Кто хотя бы попробовал. В электронном формате, в бумажном формате, на стикерах-листочках. Ух ты! Так, есть у нас такие. Есть, есть, есть люди. Хорошо. И я попрошу тогда тех, кто начинал, со скольких привычек вы начинали? Сколько вы в дневник привычек написали себе? У кого-то может быть одна, две, пять, десять, пятнадцать. Если вы смотрели видео, видели, там достаточно много было перечислено в карманном блокноте, Ирина. Шесть привычек. Так, две. То есть у нас получилось от двух до шести. Окей. Хорошо. У кого получилось хотя бы одну сохранить до сегодняшнего дня без перерыва? У тех, у кого получилось, если не секрет, то поделитесь какой. Ох, Наталья, три. Просто вообще лидер. А, еще так, три, три. Это Наталья. Две Натальи у нас в лидерах. У кого-то не получилось. Вот если не получилось, не переживайте. Если получилось, вы большие молодцы. Если через раз, вы тоже большие молодцы, потому что, потому что это, это первый шаг к тому, чтобы начать меняться. У меня тоже получалось, не каждый раз и не все. И до сих пор есть привычки, которые я пробую, но они не получаются. Но 21 день пройти обязательно. Выпивать больше полтора литра воды. Супер. Ходить каждый день. Кто-то начал ходить каждый день. Замечательно. Больше слушать, чем говорить. Я читала. Вначале, Ирина, вы написали. Очень хорошая привычка. Просто прекрасная. И вот этот вот 21 день, то, о чем мы с вами говорили, о котором ходят такие магические рассказы, мифы и так далее, он и правда, и неправда. С одной стороны, неправда, потому что 21 дня недостаточно. Вот те, у кого получилось, я говорю, вы большие молодцы, с другой стороны, нужно понимать, что еще предстоит большая работа. Те, кто не получился, 21 день, это всего лишь 3 недели, и мы разберем ошибки, почему могло не получиться. И 21 день нам нужен всего лишь для того, чтобы убрать сопротивление к новому действию и проверить, действительно ли это ваша привычка. Потому что очень часто человек может сказать, нет, планирование это не мое, я жаворонок не могу рано вставать, я привык поздно ложиться, я не могу пить много воды или вообще пить воду, я с детства не привык пить воду, мне не нравится, или я забываю вечером снять макияж, мне не нравится ходить, спорт, бегать, плавать и так далее, у меня математический склад ума, я не могу учить иностранные языки. То есть наш мозг, он каким-то образом дает нам понять, что не надо напрягаться и уводит нас от нашей желаемой привычки. Так вот, 21 день, чтобы убрать сопротивление и чтобы проверить, действительно ли то, что вы себе придумали вокруг этой привычки, это правда. Если за 21 день регулярных повторений у вас действительно не как эта привычка, но не входит в вашу жизнь, возможно, нужно пробовать что-то другое, ну, либо в другом формате. Но 21 день отработать их обязательно нужно. И вот как отработать, мы с вами рассмотрим. То есть как отработать этот 21 день, а также что делать с сопротивлением, которое у нас возникает в ходе работы над собой в течение этого времени или еще дальше, когда мы уже 21 день прошли. То есть запомнили, это не миф с точки зрения того, что помогает убрать нам сопротивление и помогает нам определить, надо ли нам эта привычка или нет. Но без этого дня говорить, что я не могу, у меня не получается, это нечестно, это обман самого себя. И напоминаю, что привычка – это то, что легче делать, чем не делать. И вот для того, чтобы привычка стала привычкой, когда легче делать, чем не делать, на это уходит порядка трех месяцев, если вы действительно хотите, чтобы что-то стало частью вас. Я уже спросила, кто завел дневник привычек. И скажите, были ли те, кто решил не делать, не понравилось ему это задание, изначально посчитал, что не нужно и выбрал просто одну привычку, с которой начал работать. Вот одну привычку и начал с ней работать без всякого дневника. Что, нет у нас таких? все честно завели дневник. На самом деле дневник есть интересный ход, который возник, когда многие участники тренингов начали говорить, одна привычка – это сильно мало, потому что изначально по технологии формирования привычек. Так, есть все отличники. Я вижу, кто-то начал без дневника, кто-то скачал приложение, но это практически тот же дневник, просто электронный. Я поддерживаю все предложения, все гаджеты, которые помогают нам формировать новую привычку, напоминать, что нужно сделать, создают такой эффект соревнования с самим собой и непрерывной цепи. Когда идет цепь, 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 ты делаешь, 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 и не хочешь уже прерывать эту цепь, вот эти все предложения, они помогают. У кого, кто любит тоже гаджеты, вот Ачир написал продуктив, есть такие приложения, их много, можно хэбит ввести и пробовать с этим. Вот есть те, кто каюсь, не завела, началась без дневника, исправлюсь. Подождите исправляться, рассказываю вам про дневник, как возникла идея дневника привычек. Она возникла после многих тренингов, на которых участники, типа D и I. Помните, да, есть такие у нас два психотипа личности, D и I. Начали говорить, что одна привычка, это очень скучно, это неинтересно, это очень медленно, и хочется много, и почему бы и не делать. Поэтому дневник, он направлен для тех, кому кажется, что одна привычка, это ничего. Хотя, если вы будете вводить по этой технологии одну привычку в три недели, и потом ее укреплять, у вас в год может получиться порядка 12 привычек. Вот я не знаю людей, которые, не работая над собой, сделали 12 привычек просто так в год. Поэтому дневник одна из опций, но абсолютно необязательная, и в этом есть некая провокация, потому что там есть много привычек, и может произойти расфокусирование. И здесь важно, чтобы в этом дневнике хотя бы одна привычка была основной, которую вы точно проводите через 21 день, а остальные просто пробуете. Потом выбираете следующую и точно проводите через 21 день, а все остальные 15 в вашем списке вы тоже пробуете. Не запрещено делать все 21 день, но обязательно, чтобы была одна, на которой фокус вот такой вот железопитонный гарантированный. Поэтому дневник заводить можно, нужно, пробуйте, но абсолютно необязательно, если говорить, что хочется внедрить много сразу привычек. Можно делать постепенно. Вначале одна 21 день, потом вторая 21 день и так далее. То есть это одна из опций для тех, кому кажется, что он может больше. Карманный блокнотик это привычка, пишет Ирина, но отличная привычка, вообще привычка записывать, она очень и очень хороша и помогает нам удерживать в том числе и наш мозг достаточно свежим длительное время. Так, почему же не у всех получается? Смотрите, первый пункт, почему вот кто-то писал, что не все получилось, у кого-то кто-то три завел, три внедрил, это супер. Первое, высок, да, привычка развивать привычки, самая крутая привычка в жизни, согласна. Высокие ожидания. Кто-то думает, что любая новая технология, прочитанная в книге или услышанная где-то, она даст колоссальные, потрясающие результаты, но технология, это всего лишь технология, которая помогает вам работать над собой, но прежде всего в центре внимания это вы сами. Второе, все и сразу. Вот кто-то был, кто написал себе сразу такой список из 10-15 привычек, вот так хочу все, все, чтобы у меня за 21 день все получилось. Были кто, попался в ловушку, все и сразу. Вот так написал, начал делать первые три дня, хватало, хватало, хватало все сделать, а потом как-то энтузиазм начал падать и проходить. У кого было, кто написал много, а пришел к 21 дню с одной или с двумя. Вот Татьяна честно призналась, что у нее такое получилось. А скажите, вот кто начинал, со скольких начинали и к чему в финале пришли? Все и сразу. Вот хочу все и сразу. Завтра новую жизнь, с понедельника. Сегодня что у нас? Вторник. Сколько людей вчера начали новую жизнь и завтра ее закончат? Так, напишите девушке, пожалуйста, кто начал с одного количества и спустился на другое количество. Две начали, две хотим закрепить пока. Написала 7, осталась одна. Да, вот это уже реальность. Написала 7 с 15 к 2. Я хочу сказать, те, кто хотят все и сразу. Это здорово. Во-первых, потому что с одной и с одной иду. Это такой последовательный метод, который изначально идет в базе формирования привычек. Одну взял, с одной идешь. Те, кто взял 15, он помогает фокусироваться на том, что вы будете делать еще. Он не дает вашему внутреннему ребенку и прокрастинатору слишком распускать руки на то, чтобы делать то, что не нужно. Потому что вы всегда открываете этот список привычек и видите, что вы хотите еще попробовать. То есть, такой список он может быть. Но фокус будет, пускай, на одной. Начала с трех, и ни одной не осталось. Евгения, здесь посмотрим, в какую ловушку вы попали. Это раз. И второй момент. Проработали ли вы вопрос, зачем вам это нужно? То есть, что вам эта привычка даст? Потому что, если нет увидения, зачем вам это надо, очень часто у нас падает не только мотивация, хотя мотивация, мы затронем тему, она падает у всех на какой-то день. И нужно научиться работать и без мотивации. Наталья, я поняла, что вы у нас передовик. Три из трех. Поделитесь, какие, если не секрет. Дальше. Следующий момент, почему может не получиться. То есть, те, кто взял на себя слишком много, очень часто, потом все бросает. Вот все не надо бросать. Взяли 15, одну оставьте. Взяли 6, одну оставьте. Желание взять все и сразу абсолютно нормальное. У нас такой темп в жизни, мы хотим, чтобы быстрее, быстрее накачивать себя знаниями, привычками, навыками и быстрее получалось. Но если мы говорим про формирование привычек и не достижение цели, новых привычек, вот здесь важен метод постепенности. Пускай список всех привычек будет, пробуйте другие тоже, но фокус все-таки сделайте на одной. Наталья пишет, что у меня друг пример. Показывает уже 100 дней, не бросает и снимает видосы. Я завидую. Да, это очень круто. Есть даже такой проект 100-дневка, когда участников приглашают 100 дней делать, реализовывать свои планы и они друг друга поддерживают. Тоже можете себе сделать такой внутренний, внутренний, внутреннюю 100-дневку, когда вы собираетесь, делитесь, кто чем занимается, кто что внедряет и обмениваться там раз в 3 дня, раз в 5 дней, раз в 100 дней. Очень классный проект, он действительно дает возможности закрепиться новым вещам и поддерживающие окружение это очень круто и очень важно. Поэтому пробуйте. Информационный шум забирает ваш фокус внимания. Смотрите, мы себе придумали что-то делать, но так как наш фокус внимания прыгает от информации к информации, мы читаем новости, мы смотрим, что говорят другие люди, мы общаемся с другими людьми, где-то где-то есть отвлекающие моменты и бывает так, что день прошел и мы в этом всем фокусе вообще забыли о том, что мы хотели сделать. То есть очень много информации, которая на самом деле не требует вашего внимания. Очень много вещей, на которые вы не можете повлиять, но почему-то ваш фокус внимания там. Вот важно возвращать все время ваш фокус внимания на те вещи, которые вы хотели бы у себя развивать. Поэтому дневник привычек он и есть такой вот, он возвращает, вы берете свой блокнот, свою тетрадку и ваш фокус внимания сразу переносится на то, что вы собирались сделать. Важно, чтобы это было под рукой, на виду, в гаджете, сигнализировал вам каким-то образом и так далее. И окружение. Наше окружение формирует наши стандарты и очень часто, если в окружении нет ни одного человека, который поддерживает вас в формировании вашей привычки, ее развивать гораздо-гораздо сложнее, чем если есть люди, которые поддерживают. Поэтому я всегда говорю, обменивайтесь с такими же, как и вы, информацией. Вот у нас уже есть группа людей, которые ведут дневник привычек. И если в вашем близком окружении нет людей, которые поддерживают ваше желание вести здоровый образ жизни, пить воду, учить иностранные языки и так далее, находите среди ваших коллег. Ловушки. Почему у нас бывают срывы, почему мы иногда бросаем? Причина первая. Если мы регулярно не высыпаемся, то есть наш недосып, он формирует как раз вот такую, он провоцирует возможность сорваться, мы себя начинаем жалеть и разрешать себе что-то не делать, что требует дополнительного напряжения. Плюс, когда мы недосыпаем, у нас сила воли снижается. А сила воли это ресурс. Это ресурс, как батарейка, когда вы просыпаетесь утром, она заряжена на 100%, если вы хорошо и качественно выспались. Если вы выспались не очень хорошо, она может быть с низким зарядом. Если вы не высыпаетесь регулярно, то ваша батарейка может быть, знаете, как проснуться и уже уставший. И вот такие моменты, как недосыпы, они снижают наш ресурс силы воли и у нас просто не хватает силы воли сделать простое элементарное действие. А для тех, кто любит делать всё и сразу, это элементарное действие превращается в 10 элементарных действий. И здесь двойная ловушка. Напланировали много, не выспались, потому что, ну, обстоятельства жизни, они такие, мы не можем гарантировать себе высыпаться каждый день. И раз ты думаешь, ну, 10 дел я точно сейчас не успею и ничего не сделала. Просто не хватило силы воли сделать все 10. Мы с вами говорили о стратегии мини-привычек, поэтому напоминаю сейчас и дальше мы будем ещё говорить о том, что не хватает сделать 10, делаешь одно. Не хватает на 10 минут действия. Делаешь одну минуту действия, не можешь покачать пресс пять раз, лёг на коврик и просто вытянулся. Можно даже ни разу не подниматься. То есть нужно сделать какое-то действие, которое может спровоцировать следующее. Когда силы воли нету, нужно сделать что-то очень элементарное, маленькое и тогда есть великий, присутствует великий шанс, что у вас получится дальше. Хорошие поступки. Хорошие поступки. Например, купил абонемент в фитнес-клуб или скакалку или гантели домой или тренажёр и всё. Хороший поступок совершён. Дальше можно идти кушать пироженка или купил красивый блокнотик для того, чтобы планировать свои рабочие действия. На этом планирование часто заканчивается, но может быть ещё первую страницу красиво пишем. То есть наши хорошие поступки в отношении себя или в отношении других людей, они очень часто провоцируют не делать регулярные вещи, которые превратились уже в рутину. Мы себе разрешаем делать что-то плохое. Сделал хорошее, можно сделать плохое. Но из таких примеров помог бабушке перейти через дорогу или в магазине там, поднёс сумки, пришёл домой, накричал на детей. То есть что-то хорошее очень часто провоцирует обратную ситуацию по отношению к себе или по отношению к близким. Следующий пункт вера в завтра. Вот скажите, кто верит, что завтра у нас больше будет энергии, у нас больше будет времени, у нас точно лучше получится и завтра самый лучший день для того, чтобы что-либо сделать, начинать и так далее. Ну я думаю, что здесь мы очень-очень все похожи. Вера, завтра, к сожалению, одна из причин прокрастинации, одна из причин того, что мы никак не начнём это делать. То есть лучший день для того, чтобы начинать что-то делать, это сегодня. Не факт, пишет Елена. При условии хорошего сегодня, вот это хорошее сегодня можно сделать самому. И мы с вами будем говорить о пункте. я сейчас его озвучу, что сделай этот день особенным. Когда ты начинаешь внедрять новую привычку, прибежи его, не нужно ждать понедельника, не нужно ждать какого-то праздника, чёрной пятницы, 13 числа или наоборот свои любимые даты, можно этот день сделать сегодня. То есть сегодня открываем календарь, смотрим, что в мире произошло в этот день, выбираем, что вам нравится и фиксируем, что я свою новую привычку, например, делать там три звонка в день или планировать свой день или писать цели на год каждый день, делаю в день, ну и выбрать какой-то день в истории, который вам понравится или вот день, когда кто-то великий родился на этой земле и привязать. То есть этот день вот при условии хорошего сегодня, Ирина, спасибо, сделайте это хорошее сегодня самостоятельно, найдите к чему, к какой дате можно это привязать. надежда на мотивацию. То есть очень-очень многие из нас ждут, когда мотивация придет к нам и нам захочется это делать. У кого было такое? Ждем, когда появится желание, когда внутренний стимул нам скажет «Пора!» Правильно, лучше нарисовать просто смайлик многозначительный, когда «Пора!» да, да, ждем, ждем и может быть она сейчас к нам придет, эта мотивация, может быть она поможет нам сдвинуться, но ведь были моменты, когда реально на мотивации мы делали очень многое, ведь правда? Ведь часто в жизни были моменты, когда мотивация помогала нам начинать что-то делать, были моменты, когда мотивация нам помогала продолжать что-то делать. Да, Татьяна, я согласна с вами, что со временем наша мотивация угасает, особенно в формировании новых вещей. Первые три дня у тебя прям такой, у кого-то пять дней, у кого-то семь дней ещё, такой энтузиазм, ты пробуешь, делаешь, получается классно, интересно. Потом мотивация начинает падать, потому что ты же идёшь маленькими шажочками, и результата ещё не видно. И мотивация говорит, ну, кого я кормлю, где результат. И мы начинаем, начинаем как бы сдуваться, стухать и перестаём это делать, потому что результата не видно, мотивация уже снизилась, и делать совсем не хочется. И мы просто бросаем. Одна из причин, почему мы бросаем, потому что мы верим в то, что состояние вот этого и приподнятости, энтузиазма и мотивации, оно может быть каждый день. Но вы знаете, что наша мотивация очень сильно подвержена настроению. Наша мотивация очень сильно подвержена внешним факторам. Бывало такое, что ты утром просыпаешься, начинаешь что-то делать, потом раз, один телефонный звонок, и тебе уже ничего делать не хочется. Причём ничего катастрофического не произошло, но пообщался как-то не очень приятный. Был разговор. Может быть, что-то увидел, то, что не хотел увидеть. Может быть, что-то прочитал. Может быть, что-то не получилось. И мотивация просто расстроился, просто устал. Бывает такое, что человек уставший, а у уставшего человека мотивация тоже низкая. Она очень подвержена настроению. Мотивация вообще девушка капризная, крайне капризная, поэтому рассчитывать на неё, это, ну, это такое, как ходить по тонкому льду. И вот пишет Елена, что очень долго ждала этого завтра, но в очередной день, когда хотела ждать этого завтра, просто взяла и начала делать, и заразилась этим действием. И вот здесь вот как раз кроется секрет мотивации, что мотивация, она приходит к тем, кто уже начинает действовать. Вот эта капризная барышня, она приходит только к тем, кто уже начинает действовать. Если нету мотивации, начни делать, и ты увидишь, как она появляется. И если говорить относительно каждого фактора, то у каждого есть свои такие основные направленности, мотивация к, то есть к чему идёт этот фактор, к чему стремиться. И мотивация от, от чего он хочет уйти. Помните, когда я рассказывала про чашечку с опсяными, с овёс в чашке у бизнесмена, от которого он всегда ему напоминал, что он больше не хочет той жизни, когда у него хватало денег только на то, чтобы кушать это. Давайте посмотрим, у кого какая мотивация к и у кого от. Елена пишет, да, вот так всегда, никак не начнёшь, а когда начинаешь, то очень нравится, и хочешь уже результаты, хочешь уже продолжать. И на этом построена стратегия маленьких шагов. Главное начать. Мне нужно себе сразу ставить огромную цель, что мне нужно сделать там 50 раз, 10 раз, 50 минут, полтора часа и так далее. Я прошу вас не путать с вот чем. Когда вы формируете новую привычку, мы идём маленькими шагами. Но если у вас есть цель и у вас есть сроки, где нужно каждый день делать 50, но 50 я беру сейчас какое-то большое количество действий, которые нужно сделать, чтобы получить нужный результат. Там, например, 50 звонков, 20 звонков, 10 звонков. Написать там, писать каждый день 3 листа, 4 листа, если кто-то что-то пишет. И здесь, или, например, когда я готовилась к марафону, я не могла идти мини-привычками начинать бегать, когда мне не хотелось. Понимаете? То есть есть, когда определённая цель, ты делаешь необходимое количество действий. И это не про мини-привычки. Это про то, что ты берёшь просто и на дисциплине, делаешь то, что тебе нужно. Но начинаешь с маленького, с первого шага. Поэтому стратегия мини-привычек, она всегда идёт рядышком со стратегией маленьких шагов. Мы посмотрим, в чём их разница. Но сейчас вам хочу сказать, что когда вы начинаете что-то совсем новое, то, что не делали, чтобы снять сопротивление, мы идём через мини-привычки. Если вы идёте к своей цели, чётко своей цели, здесь мини-привычки уже не время для них. Мини-привычки нужно делать тогда, когда у вас есть свободный ресурс. А если вам через полгода нужно добиться какого-то конкретного результата, то, как говорит Радислав Гондопас, вы призываете себя в армию, пишете план, что вы делаете и каждый день это делаете. Давайте рассмотрим, вернёмся к мотивации и потом ещё раз вернёмся к маленьким шагам и мини-привычкам. То есть, в чём их отличие и когда какую применять. Стратегию они очень-очень похожи. И одна и вторая помогают нам. Итак, де-фактор, к чему он идёт? Ну-ка, давайте вспомним. Какая мотивация у де-фактора? Чего он хочет? Какие у него внутренние мотивы что-то делать? Так, результат. Результат, победа. Хорошо, молодцы. От чего уходит? Чего боится? Да. У нас Наталья Фоменкова отличница. Боится поражения. Да, хорошо, это верно. Рутины он не то, чтобы не боится, он её не любит и просто в неё не ввязывается. Да, боится проиграть. Спасибо, Татьяна, Елена. Есть такое дело. Айфактор, к чему идёт? К чему идёт Айфактор? Так, к признанию, к славе, к признанию, к радости. Ну, радость это вообще, да, он родился, чтобы радоваться, это ж понятно. Признание, веселье, признание. Хорошо, от чего избегает? Его мотивация от. Чего боится? Чего не хочет? От. От скуки, от одиночества. Так, ещё мысли. Хорошо, от скуки. Ну, не то, чтобы он от скуки прям боится этой скуки, потому что он знает, как себя сразу быстренько развлечь и найти нужных людей для того, чтобы порадоваться. Поэтому не совсем, не совсем, не совсем, не совсем он её боится, потому что он знает, как с этим справиться. Хорошо, мы дальше откроем слайд, посмотрим. Вот, Наталья написала, что не заметили. Вот это уже близко, да. С-фактор, зелёненький, который у нас. Вот человечки, нарисованные с цветочками. К чему идёт? К. К. Мотивация, что его может мотивировать, чего он хочет в жизни, что им двигает. Жёлтый, недооценили. Да, это близко, Евгения, спасибо. Быть полезным. Да, ему нравится быть полезным. А ещё. Мир во всём мире. Помогать. Есть такое дело, есть. На самом деле он стремится к безопасности, стабильности. Да, абсолютно верно. Молодцы. От чего уходит? То есть, если Ай-фактор что-то делает, он делает, потому что ему это интересно, ему это может принести больше радости в жизни, то С-фактор будет это делать, потому что это может обезопасить его дальнейшую жизнь. То есть, если он изменения какие-то производит, то для того, чтобы стабилизировать то, что уже хорошо, для того, чтобы обезопасить будущее. Так, не любит сюрпризов. Да, от сюрпризов он идёт. Вот начать. Так. Не любит переменная ШС-фактор. Правда, он должен быть настолько уверен, что ему нужно это, чтобы обезопасить, чтобы что-то начинать делать по-другому. Хорошо. С-фактор. Си-синий. Наши умняшки, которые любят глубоко внедряться в тему. Что же С-фактор? К чего? Какая его мотивация? К порядку во всём. Так. К системе. Что ещё любят наши системные такие правильные товарищи? К идеалу стремиться, к анализу. Хорошо. А от чего уходят? Чего не любят? От чего пытаются избежать в своей жизни? Так. Суеты. Вот знаете, они достаточно суетливые при всём. При этом ошибок. Да. Хорошо. Молодцы. Немножко взрыхлили. Вспомнили. Давайте посмотрим основные правильные ответы. Ди-фактор стремится к победе. То есть его основные мотивы – это победить, быть первым, быть лучшим, первым прийти к результату. Всё, что он делает, ему важно видеть выгоду, зачем он это делает, и уходит от поражения. Ай-фактор стремится к признанию. Важно, чтобы его заслуги были признаны. Всё, что он делает, это было замечено и признано общественностью. И от отверженности. То есть вот этого одиночества, когда от него отвернуться, скажут «ты нам не интересен», «ты как личность нам не интересен». С-фактор стремится к безопасности и избегает перемен, особенно перемены ради перемен, внезапные перемены. Поэтому С-фактор может заранее, постепенно вот этой стратегией мини-привычек формировать своё новое будущее для того, чтобы перемены внезапно его не застали. И С-фактор, он стремится к правоте, всё сделать правильно, всё сделать хорошо, всё сделать по науке и боится и уходит от ошибки и конфликта. И вот эти вот ключевые мотивационные факторы, они сидят в каждом из нас. И вот эту мотивацию можно использовать, если вы D-фактор посмотрите, где вы можете побеждать для того, чтобы формировать новые привычки. Если А-фактор, например, от какой отверженности вы можете уйти, если у вас будет новая привычка, что какая-то общество, есть общество, которое вас признает и не отвернётся, если у вас будут определённые привычки. То же самое к С-фактору. Посмотрите, где вы можете правильно сделать всё. То есть так, как в книгах написано, так, как говорят последние исследования, последние данные. И С-фактор, что можно сделать сейчас, чтобы потом не было внезапности, не было перемены, когда уже будет просто необходимо сделать быстро, а это дополнительный стресс. Но сразу хочу сказать и вернуться к тому, что не всегда эта мотивация работает. То есть не всегда включаются даже вот эти точечки, которые есть у каждого фактора. И что же в таком случае делать? Ну, во-первых, нужно понять, что всегда есть мотивация, которая сильнее. Мотивация съесть мороженое, посмотреть сериал, как правило, всегда будет сильнее мотивации кушать брокколи или выйти на пробежку. За исключением случаев, когда у вас ваше видение, зачем я это делаю, настолько сильное, что вы вообще не обращаете внимания на какие-то вещи, которые вам доставляют мгновенное удовольствие. Но часто мотивация получения мгновенного удовольствия, она гораздо выше. Почему не нужно ждать мотивацию? Смотрите, все мотивационные техники, к чему сводятся, все книги по мотивации, к чему они сводятся? Что в первую очередь нужно сделать перед тем, как что-то делать? Да, вот что в мотивационных техниках рекомендуется? Что нужно сделать перед тем, как нужно делать? Да, мы даже наши привычки, смотрите, абсолютно верно, мы даже наши привычки их привязывали к тем, зачем тебе это нужно, что ты хочешь, то есть это включение идет мотивации дополнительно, зачем тебе это нужно. И этот пункт действительно важный и обязательный, но мотивационные техники, смотрите, это замотивироваться, то есть очень часто постановка цели, она служит мотивационным фактором, но не единственным, потому что когда мотивация падает, цель тебе будет напоминать, зачем тебе это нужно и можно действовать без мотивации, но мотивационные техники это придумай, замотивируйся, вдохновись, прочитай что-то, посмотри мотивационный ролик и так далее. А потом делай. То есть все очень просто, мотивируйся, делай. Но очень часто на то, чтобы замотивироваться, вот у нас часики нарисованы вот здесь, видите, на экране большие песочные часы, очень часто на то, чтобы замотивироваться, уходит гораздо больше времени, чем на то, чтобы сделать маленький шаг. И на этом попадаются очень многие. Они ищут мотивацию, они смотрят книги, они ходят на специальные тренинги по мотивации, смотрят ролики дополнительные. Но к действиям так и не переходят, потому что мотивации почему-то им недостаточно. Они продолжают искать, продолжают ходить, в то время как все это потраченное время можно было инвестировать в действия, в новые действия. Потому что именно действия дают нам новый уровень, именно действия дают нам повышение самооценки, именно действия дают нам уверенность в себе, именно действия вызывают у нас мотивацию продолжать это делать. Я только за мотивацию, но она не единственный путь для того, чтобы что-либо делать. Мотивация, знаете, когда работает? Когда ты уже встал, бежишь в свой марафон. Я бежала, и у нас последний мост был, он меня просто убил после 25 километра, когда ты бежишь вверх, вверх, вверх. И я смотрю на часы и понимаю, что темп мой падает, что время, которое я себе запланировала финишировать, я в него уже никак не укладываюсь. Я начинаю пересчитывать, насколько это получится. И когда я понимаю, что, с одной стороны, я не успеваю прибежать к своему результату, который я себе поставила, и дальше можно вообще не напрягаться, ну, условно говоря, пройти пешком или совсем медленно пробежать. Но моя внутренняя говорит, что я могу сделать все, что от меня зависит. Пусть это будет чуть хуже, чем я запланировала, но это будет лучше, чем вообще сейчас перестать двигаться. И вот эта мотивация, что есть цель впереди, что на финише меня ждет медаль финишера, как и каждого финишера, кто добежал, что на финише это какие-то непередаваемые эмоции, они заставляют тебя двигаться, даже когда мозг говорит, зачем тебе это надо, ты уже всем все доказала и так далее. Вот тогда мотивации вот этой картинкой, которую мы себе рисуем, вот эти вот карты мечты, которые мы себе делаем, их важно включать, когда вы двигаетесь, и во время движения становится ну как-то очень тяжело. Вот тогда ее нужно включить, потому что если просто заниматься рисованием своего видения, не переходя к действиям, это не будет работать. Поэтому, чтобы включить внутренний, как говорит Елена, нужно включить внутренний вечный двигатель, чтобы его включить, нужно перейти к действию. И когда вы делаете, вот эти вот все мотивационные штуки будут вам помогать. Во-первых, потому что ничто не вдохновляет и не мотивирует больше, чем осознание, что вы уже действуете, когда вы встали на этот путь, это самая крутая мотивация, которая может быть. И тогда хочется делать больше. Но правда же, у кого было в момент выполнения вот этих новых привычек, что вот не хотелось, ой, сегодня там 13 день, опять нужно взять почитать, что-то новое выучить, что-то написать. И такое с нежеланием делаешь просто потому, что впереди вебинары, нужно будет поставить плюсик, что я это сделал. Но начинаешь делать, и появляется желание это делать. У кого было такое, что начал и появилось? А не хотелось, вообще крайне не хотелось. Я вспоминаю, у меня первое озарение про вот эту мотивацию, оно пришло в школе. Я училась в математическом классе, и нам задавали очень-очень много домашнего задания, где нужно было считать что-то, примеры, писать доказательства и так далее. И я когда вспоминала, что нужно открыть тетрадь и написать этот порох примеров, я помню, как один раз просто открыла и начала писать там такое-то число, домашнее задание и так далее. И в какой-то момент я начала решать примеры, не заметила, как прошло два часа. Я два часа делала домашнее задание, полностью погрузившись в эти цифры и во все остальное. Но я помню, как мне не хотелось этим заниматься. Поэтому, да, особенно когда начинает немного получаться, ты просто туда уходишь, уходишь с головой. Поэтому секрет многих вещей в том, чтобы нужно сделать просто первый шаг. Когда не хочется, когда прокрастинируешь, просто начни делать. Приходит, приходит во время еды. Нашим бабушкам и дедушкам вообще даже в голову не приходило начать ждать мотивацию перед тем, как что-то делать. Вот правда, это все равно такой немного современный, раздутый миф про мотивацию. Слишком много внимания ей уделяется. Раньше просто наши бабушки и дедушки шли, да или корову, или косили сено, не ожидая, придет она или не придет. И мое правило успеха, если нет мотивации, есть дисциплина. То есть не хочется делать, не приходит эта капризная девушка. Хорошо, я знаю, что нужно взять и начать делать. А дальше посмотрим, кто победит. Поэтому рекомендую вам тоже попробовать, если не хочется, попробуйте на дисциплине. Это работает. И напоминаю, что привычка у нас это пластичность мозга плюс что? Что второе составляющее? Пластичность мозга нам повезло, у нас у всех мозг пластичен до конца наших дней. А что второе? Что такое РП? Кто помнит? Регулярность. В чем? Повторение. Да, регулярность, повторение. РП это регулярность, повторение. И стратегия мини-привычек и маленьких шагов, она как раз направлена на то, чтобы в отсутствии мотивации двигаться к своей цели, даже если совсем не хочется. Давайте разберем шаги, из чего делать. Посмотрите, какие шаги, может быть, у вас выпали, когда вы взяли свой дневник привычек и начали его внедрять. Может быть, что-то выпало, поэтому не все получилось. Первое. Нужно было определить, что вы хотите и зачем вам это надо, и сказать себе, я это сделаю. Я думаю, что каждый, кто написал хотя бы одну привычку, определил, что вы хотите, что вам это надо. Мы сейчас пройдем по всем пяти пунктам, а вы напишите тот пункт, который у вас выпал. Хорошо? Второе. Найдите людей поддержку, заявите им о своей цели. То есть вы находите людей и говорите, я теперь делаю вот это, вот это, вот это. Можете дневник показать, можете не показывать, потому что может есть вещи, о которых вы не хотите пока заявлять. Третье. Сделайте свой первый день особенным, символичным. Начинайте, как я говорила. Либо найдите что-то, что произошло в этот день сегодня, что произошло в мире. И это будет все равно для вас привязкой, что именно в этот день вы начали новую привычку. Вы же не знаете, как она через 2-3 года в вашей жизни отразится. То есть какие колоссальные перемены могут произойти, потому что именно в этот день вы начали делать что-то по-другому. Разбейте цель на мини-привычки. И вот здесь вот очень важно, чтобы эти мини-привычки, они были разбиты до смешного. Что если вы решили заниматься спортом, этот первый 21 день этот спорт пускай будет расстелил коврик для йоги и лёг на коврик. Лёг. Ну потому что просто расстелить не считается, а вот действие уже лёг на коврик, это уже что-то. Ну ты такой лёг и думаешь, ну я лёг, что я лежу? Ну ладно, я один раз подниму там руку, ногу и наклонюсь и так далее. Но это должно быть очень маленькое, чтобы сделать первый шаг и убрать вот это внутреннее сопротивление нашей обезьянки в голове маленького ребёнка, который говорит, ну нет, давай пойдём к холодильнику или посмотрим телевизор. И пятый пункт, 21 день мы повторяем без перерыва для того, чтобы снять сопротивление в начале. И потом 3 месяца уже можно с перерывом, но мы тогда углубляемся в качество. Здесь мы уже не делаем маленькими привычками, мы здесь идём через стратегию маленьких шагов, но работая с качеством. Расскажите у кого, какой пункт выпал. Так, у Оксаны третий, третий и второй. Наталья, а вам это вообще не помешало? Я так понимаю, что у вас, главное, что у вас первый и пятый совпали. Так, повторение, повторение. Ага, пятый выпал. Второй, четвёртый. Четвёртый и пятый. Ну, очень часто, если четвёртый выпадает, то пятый начинает страдать. Очень часто, очень часто бывает, что если выпадает четвёртый, когда не разбивается на мини-привычки, мы попадаем в ловушку, хочу всё и сразу. И включается сопротивление, что нету времени сделать так много, как и запланировал, и выпадает пятый пункт. Хорошо. Сейчас вы знаете, у кого какой пункт выпал. И в дальнейшем сможете проработать. То есть в те моменты, когда будет что-то не получаться, вернитесь к этому списку, проработайте те пункты, которые выпадают в формировании новых привычек. И дальнейшие новые привычки. Просмотрите, чтобы были все пункты. Чем больше пунктов, тем сильнее вероятность того, что вы получите, то, что вы задумали. Можно и с одним сделать. Можно определить, что вы хотите, и я это сделаю, и начать это делать. Дальше никуда не ходя. Но чем больше пунктов, тем сильнее вероятность тому, что вы придёте. Поэтому прорабатывайте все их. И первые шаги, вот эти первые шаги, которые вы себе определили, они должны быть маленькие. Это прямо вот условие такое. Всем DI факторам говорю, первые шаги должны быть маленькие. Не запрещено делать больше. Но в голове у вас важно, чтобы действие было, любое маленькое действие. В тот момент, когда вы себе скажете, о, у меня нету времени, у меня завал, у меня тут пятое, десятое, вообще уже день прошёл. Вы посмотрите, что маленький шаг займёт у вас всего одну-две минуты. И сделайте, и поставите себе галочку. И скажете, я это сегодня сделал. Поэтому обязательно маленький шаг должен быть проговорен, прописан в голове, на листочке, где угодно. Но вы сто процентов его должны знать, какой он будет. Они должны быть понятны, что конкретно я делаю. Потому что фраза, например, думаю позитивно, она не совсем понятна. Скорее, пускай это будет такой маленький шаг, например, я нахожу в течение дня позитивные моменты, на которые обращаю своё внимание и прямо их повторяю. Вот я подошёл, и у меня там счастливый билетик дали мне в общественном транспорте. Мне написали пожелание, которое там, если у нас в некоторых супермаркетах, в конце чека пишут пожелание на день. И можно там обратить внимание на него, что пожелали то, что себе сам хотел пожелать. Освободилось место на парковке, когда захотел запарковаться. Кто-то позвонил и предложил то, что сам хотел ты предложить этому человеку. То есть мыслю позитивно перевести в конкретные, понятные действия, которыми вы можете управлять. И регулярные, то, о чём мы с вами говорили. И теперь про мини-привычки и маленькие шаги. То есть две стратегии. Мини-привычки мы используем для формирования новых привычек. Маленькие шаги для продвижения к своей цели, когда мы уже 21 день прошли. Хотя они похожи. Мини-привычки направлены на то, чтобы начать новое действие. Поэтому пересмотрите свой дневник привычек. Посмотрите, что вы там написали. И уменьшите ещё больше своей привычки на 21 день. Потом вы их увеличите. Вы потом начнёте работать с качеством, успеете, как говорится, наработаться со своими привычками. Но 21 день, пусть они будут маленькие. Они провоцируют делать больше. То, о чём мы говорили. Вы начинаете действие. И вам уже интересно и хочется сделать больше. Но если я уже лёг на этот коврик, если я уже переоделся, или я вышел на улицу, то я уже буду бегать. Но ради 5 минут, что ли, я переодевался. 20 перед зеркалом, чтобы всё там шапочка по цвету совпадала с кроссовками и так далее. Цель 3. Запустить модель успех порождает успех. Если вы сегодня сделали и сделали это утром, а желательно делать те вещи новые, действия, которые вы себе запланировали, желательно их делать с утра, потому что наша сила воли, помните, как батарейка, она утром всегда больше. И у нас хватает больше энергии для того, чтобы сделать новое действие. И когда вы утром сделали что-то новое, чего вы не делали вчера, позавчера, год назад, полгода назад, вы себе говорите, я молодец. И вот это ощущение вашей утренней успешности, оно передаётся на дальнейшие действия в течение дня. Я всегда обращаю внимание на людей, которые приходят в офис и бегали с утра, или сходили на тренировку с утра. Вы знаете, с каким видом они заходят в офис? Вы видели вообще? Они заходят, как будто они совершили спасение мира. Вот просто вот с развернутой спиной, с поднятой головой, с гордостью за себя. И эта успешность утренняя, она даёт возможность легче делать все остальные действия. Маленькие шаги. Что они помогают делать? Они помогают дойти к цели. В чём основное, пункт второй и пункт третий, они совпадают, обратите внимание. В чём основное отличие? В мини-привычке мы делаем то, что никогда не делали раньше, или делали очень давно и забросили. А маленькие шаги, это когда нам нужно заставить себя сделать то, что не хочется, дисциплинировать. Из тех действий, которые мы делаем уже давно. Ну, например, я языки учу уже достаточно давно. И мини-привычками уже не катят, я работаю с качеством. И когда мне не хочется делать домашнее задание, я себе говорю, я сделаю маленький шаг. Я сделаю хотя бы одно задание из тех, что нам там десяти задали. Только одно. И вот тут, как у меня в детстве с математикой. Садишься, начинаешь делать, потом начинаешь разбираться, понимать, и оно помогает. Это как на марафоне, когда ты бежишь и понимаешь, что осталось ещё 15, 10 или самые сложные 7 километров. И ты говоришь, главное, шаг за шагом продолжай двигаться. Шаг за шагом приближает тебя к цели. Тебе тяжело, но каждый твой шаг уменьшает расстояние, которое тебе осталось. Ты просто говоришь маленьким шагом. Шаг за шагом, шаг за шагом. Я очень боюсь высоты, мы были как-то в горах, и нужно было пройти через такой небольшой перевал, где ширина была, расстояние ровно две стопы. То есть там помещалось, вот если ноги вместе поставить, это была вот такая вся ширина полосы, по которой нужно было пройти. И знаете, такая есть штука, она называется мышечная слабость. Как-то тебе настолько страшно, что у тебя мышцы отказывают, ты чувствуешь вот ватные ноги. И я помню, как я встала на эту и не могу идти дальше, просто не могу идти дальше, у меня ноги ватные и подкашиваются. И я смотрю вниз, ну вообще просто. И девушка впереди меня, она говорила, давай по шажочкам идти, давай левая, она вот так и говорила, левая, правая, левая, правая. И вот это вот левая, правая, мы так постепенно и перешли. Я не знаю, смогла бы я это сделать тогда сама или нет, но сейчас вот левая, правая, каждый раз, когда нужно что-то делать, и особенно вот уже устал, уже тяжело, а нужно сделать там еще одну презентацию, а нужно позвонить еще одному человеку. Я себе говорю, давай так, левая, правая, просто еще один шаг и один шаг, и все. После того, как это сделал, я себе говорю, еще один шаг и один шаг. Вот эти вот маленькие шаги, они помогают дойти к той цели, которая, путь, который уже начат. Мини-привычки – это начало пути, а маленькие шаги – это путь, который уже начат. Вот дошагать, просто вот маленькими шагами, за шагом вы приближаетесь к своей цели. Не нужно сразу себе думать, мне осталось еще там три часа работы, и все. Если три часа – это много, если это еще сто часов, то три часа – это мало. А если ты думаешь, у меня сил на 15 минут, говорите, еще 15 минут, я поработаю. Прошло 15 минут, скажите, еще 5 минут. Прошло 5 минут, еще 2 минуты. Прошло 2, еще 5, попробую, смогу. Вот такими маленькими шагами можно себя приближать к цели, когда кажется, что ты уже не можешь. Мне бег когда-то помог понять, в чем я недорабатываю в принципе в жизни, потому что беговая тренировка, я называю это маленькая жизнь. Ты можешь увидеть все свои особенности поведения в жизни, но только в течение одного часа. И вот когда делаются какие-то там скоростные работы на стадионе, где ты бегаешь, например, там 4 раза по 400, или 3 по 400, или 2 по 800. И почему-то я начала обращать внимание, что последние 5 метров я притормаживаю, когда уже вот финиш, я почему-то притормаживаю, думаю, что, ну все равно уже я практически финишировала. И тренер тогда мне крикнул, он сказал, почему ты все время тормозишь перед финишем? И я поняла, что у меня и в жизни очень часто так бывает, когда финиш уже близко, и цель уже близко, я почему-то притормаживаю. И сейчас я использую стратегию маленьких шагов, то есть когда вот тяжело, и уже ты притормозил, потому что, ну все равно уже вопрос решен, я продолжаю двигаться с той же скоростью, маленькими шагами, но с той же скоростью. Потому что помните, что быстро, это медленно, без остановок. И вот стратегия маленьких шагов помогает нам быстро прийти к цели. То есть мы идем медленно, но без остановок. Кто-то надул фитбол, я молодец. Нет, надо сесть на фитбол. Елена, не забудьте надуть и сесть на него. Так, меня всегда поражает эта формула, это если делать одну десятую, одну сотую в день относительно единицы. Например, сегодня вы единица, и сделали на одну сотую больше, то есть на 1% больше, чем вчера. Только в результате можно получить, ну вот увеличение в 37 раз. И если не делать, то есть делать на одну сотую меньше, чем вчера, на 1% меньше, чем вчера, то можно практически скатиться к нулю. Это к вопросу, ты хочешь завтра быть в 37 раз лучше или скатиться к нулю. То есть каждый маленький шаг у нас двигает к нашей цели. Причем, что вот это вот, казалось бы, мы делаем очень элементарные действия. Но я вам хочу сказать, что через год реально вы становитесь абсолютно неузнаваемы. Потому что за год каждое маленькое действие, оно меняет вас колоссально. И такие быстро сейчас пройдемся. Все равно мы хотим волшебные таблетки и мотивационные лайфхаки. То есть какие-то вещи, которые, ну вот когда и дисциплина не работает, помогут нам сдвинуться с места. Если на данном этапе есть вопросы, напишите, пожалуйста, потому что у нас еще 20 минут. И я хотела бы, чтобы мы не остались без вопросов, которые вот есть и мешают, не дают нам двигаться дальше, пока не будет получен ответ. Если все ок, будем двигаться. Так, двигаемся, да, вопросы не пишем. Основные, да, что помогает нам? С дисциплиной туго, маленькими шагами не туго. Я вам сразу говорю, маленькими шагами с дисциплиной очень просто. Вы говорили про утро. А если утром я вообще сонно и ничего не хочу? Если действие очень маленькое, например, чего вы не хотите из того, что вы написали? Я вас понимаю, потому что утром я тоже не очень, не очень энергично. Но я знаю, как это можно разбить, чтобы это делать. Если вы мне напишите, что конкретно с утра вы вообще не хотите из того, что вы написали себе, мы подумаем, как делать. Делать звонки, если именно нужно делать их с утра. Мы сейчас говорим не про новую привычку, я правильно понимаю, потому что звонки часть вашей работы. Вы себе говорите, что вы утром делаете один звонок тому, кому легче всего позвонить. Ну, то есть выбирайте не самую сложную. Обставать не хочу. Чтобы рано вставать, нужно ложиться раньше. Нужно научиться ложиться раньше. Все. И у меня есть привычка одна, очень важная, с которой я никогда не расстанусь. Я не беру телефон и никакой гаджет с собой в постель. Я в 11.30 ложусь, то есть у меня с 11.00 до 12.00 время, когда я ложусь в кровать и не беру с собой никаких гаджетов. Я могу взять бумажную книгу и читать ее, пока не начинаю засыпать, потом выключаю свет. Потому что эти все гаджеты, они все нас отвлекают, забирают наш фокус внимания. Мы можем что-то прочитать, завестись. У нас пульс поднялся, мы уже спать не хотим. Не брать, все выключать, проветривать помещение, ложиться и лежать. За 21 день вы привыкнете. И потом вставать рано в 7-8 утра, кто во сколько встает, в 6. Вставать в это время. Вы привыкнете к тому, что в 11 вы ложитесь и засыпаете. Тогда будет проще. Вопрос, почему сонная, почему вы спали-спали, а проснулись и все равно ничего не хочется. Начните с утренней. Перед тем, как делать звонок, самый простой, легкий, который вы себе можете придумать, хотя бы один звоночек с утра. Начните утро с какого-то ритуала утреннего. Это пусть будет стакан воды с утра и легкая зарядка. Сделайте 5 приседаний утром. Это реально, если у вас колени не болят. Сделайте 5 приседаний утром. Сделайте утром 5 раз пресс. А перед тем, как делать приседания и пресс, это вообще может сделать любой человек. Если вы это уже делаете, то можете увеличить либо количество, либо найти новое упражнение. Медитация с утра, не знаю. Вот знаете, медитация с утра на сонное состояние, она это сонное состояние скорее закрепит вам. Медитацию лучше делать вечером. А с утра сделайте перед приседаниями и отжиманиями. Просто встаньте, поднимите руки, потянитесь. Вот вы если делаете потягушечки, вот такие, до состояния легкой боли, у нас начинают вырабатываться эндорфины. Потому что, когда тело чувствует боль, он начинает выбрасывать вот этот гормон радости и счастья, эндорфин, который притупляет ощущение боли. Поэтому любая растяжка, она провоцирует выброс эндорфинов. Это раз. Второе. Покрутите, не хочу сейчас, я крутанусь, несу весь шкаф. Покрутите руками, вот как пловцы разминаются, вперед-назад. У вас пойдет энергия, которая запустит у вас и питание головного мозга. То есть вот эти вот все мышцы, которые вот здесь, нужно, чтобы они разогрелись. Потому что вот сюда у нас все идут наши сосуды головного мозга, питаются, когда вот у нас тут тепленько, у нас и голова лучше работает, вот размята. Поэтому вот такие вещи, которые запустят энергию в вашем теле, а энергия в вашем теле запустит мозг. И это важно, чтобы было энергично. Вы можете побегать на месте, знаете, бег на месте, восстановитесь и с высоким подниманием колен начинается бегать. Поэтому 5 минут, выделите себе, 5 минут много, 3 минуты. Помахали руками, побегали на месте и размяли верхнюю часть. Получится, еще поприседайте, еще будет полезно, будет жир сжигаться лучше, потому что у нас мышцы ног, самые крупные мышцы в нашем теле. А мышцы требуют много энергии, поэтому жир уходит быстрее. Да, бег на месте, прикольное упражнение, оно смешно выглядит, если со стороны смотреть, но очень хорошо разогревает. Поэтому и дальше вам будет проще. Не надо медитировать с утра, вот не надо. Потому что и так такой сон, еще помедитировал и все, и в дзен вошел, и целый день в дзене, а нам делать кучу всего нужно. Так, да-да-да, лягте на пол, 3-4. Первое, маркер напоминания. Помните, я рассказывала про браслетик, который в моей жизни, вот все это и началось с этого браслетика. Вы надеваете браслет. Я знаю, что у вас была программа «Нет пределу совершенства» и белые браслетики. У кого они сохранились? Поставьте плюсик. Нет предела совершенства. Были уже такие, правда? Были. Маркер напоминания. Помните, я говорила, что ваш фокус внимания, он отвлекается в течение дня, все время скачет с информацией на информацию, информационный шум забирает. Мы можем просто забыть, сделать запланированное новое действие. Вы надеваете браслет и говорите, я делаю эту привычку 21 день. Если вы забыли сегодня сделать, вы снимаете браслет, надеваете его на другую руку, и ваш отсчет начинается заново. Вы заново начинаете формировать эту привычку, то есть вы заново проходите 21 день. Либо вы смотрите на этот браслет. У меня было такое после тренинга в Грузии, когда был прекрасный, замечательный тренинг, гостеприимная страна. И 23.30 я легла, и я вот так делаю от счастья, что все хорошо, легкая усталость. И я вижу, что браслет мне говорит, Алена, планка. Я тогда формировала привычку делать планку. И я понимаю, что, ну и бог с ней, с этой планкой, все так хорошо и замечательно. Сделаю завтра, начну заново. И я начинаю снимать браслет, и у меня в голове начинает происходить такое, ты что, с ума сошла? Это одна минута, встань, постой в планке. И вот это психологически снять его оказалось просто очень сложно, чтобы начать заново. Попробуйте поработать с браслетом. И для некоторых действительно хороший и маркер напоминания, и психологическая такая уловка для того, чтобы продолжать двигаться дальше. Поддерживающее окружение. Найдите людей, которые поддержат в вашем начинаниях, или выпихнут вас из дома, когда вам не хочется что-то делать, или скажут, ну иди уже, садись там, или делай, звони и так далее. И у меня бывают моменты, когда мне дети говорят, мама, ну иди уже побегай. Когда я что-то хожу, и где-то я там завязла, еще они говорят, иди уже побегай. И это поддерживающее, знаете, оно выглядит вот так немножко, когда тебе кто-то говорит, иди уже, сделай то, что ты себе собирался. Оно даже раздражает. Но с другой стороны, ты понимаешь, что вот этого пинка иногда и не хватает. Я вчера прочитала на Фейсбуке, мы с Володей Дегтяревым бежали, наш украинский крупный пиар-менеджер, основатель пиар-агентства, директор, не основатель, директор пиар-агентства крупного. И он тоже бегает, мы с ним бежали в Нью-Йорке вместе марафон, и он рассказывал, что утром встал на пробежку, собирался выйти, смотрит дождь, а уже сказал жене, что идет бегать. И через пять минут возвращается. Она говорит, что? Она говорит, да, не хочу там так мокро, не пойду бегать. Она говорит, да ладно, ты что, в дождь никогда не бегал? Вон кепка на столе, бери и беги. И вот такие вот моменты, они в принципе иногда нужны. Либо человек, который скажет, пошли вместе это сделаем. Следующее, обещания. Дайте кому-то обещание, что вы это будете делать. И очень часто у нас в жизни бывает, что мы делаем только потому, что пообещали другим. У кого такое было? Что сделал, потому что пообещал. Вот особенно у кого такое было, это точно у вас работает. Потому что есть люди, у которых это не очень работает. И... Ну, Катя, рада видеть. И если работает, пользуйтесь этим. Если не работает, попробуйте, не сработает еще раз, не ваш метод. Вот те, что я перечисляю, какие-то будут работать, какие-то нет у вас. Договоренность. Договоритесь с людьми о том, как я говорю. Только не передоговаривайтесь, что завтра вы делаете то-то и то-то. Или столько-то... Договоритесь с кем-то, что вы делаете по 5-10 звонков, что там у нас со звонками было, да, не очень получается. 5-10 звонков до 12 часов. Он делает у себя дома, а вы делаете у себя дома. И в 12 часов вы созваниваетесь и спрашиваете друг у друга, как дела. Просто сама по себе договоренность, что параллельно кто-то еще сидит и это делает, может вас побуждать и включать вот эти вот дисциплину, которой не хватает. Я очень часто договариваюсь с ребятами на пробежку, особенно утреннюю, когда утром в субботу-воскресенье не очень хочется вставать. И мы договариваемся, что кто-то заезжает за мной или мы встречаемся в парке, и мы не передоговариваемся. То есть в крайнем случае, если совсем катастрофа, может кто-то написать, что все отменилось. Но обычно я знаю, что человек меня будет ждать. И поэтому я приду. Публичное признание, особенно для ай-факторов работает. Если вам помогает выложенная фоточка в социальные сети или внутренний телеграм-чат, или ватсап-чат внутренний, что вы это сделали, обязательно этим пользуйтесь и давайте возможность пользоваться другим. Это как психологическое поглаживание, что вы сделали, вас похвалили, вам хочется делать еще раз. Такое подкрепление. Следующее. Зарегистрируйтесь на участие где бы то ни было. Это может быть спортивное мероприятие. Это может быть мероприятие, где вам нужно будет выступить. Вы можете заявить о том, что вы проведете вебинар, если вы их еще не проводили, и для вас это страх, стресс и так далее. Вам нужно заявить и зарегистрировать себя на участие в чем бы то ни было. И тогда каждый раз, когда вам будет не хотеться что-то делать, вы будете вспоминать, что день Че очень близко. И вам нужно к этому прийти в форме. Татьяна пишет, у меня было такое по учебе, одногруппники разбудились, спросили, как задание делать, и я до него еще не дошла. Потом уснуть не смогла, занималась, догоняла я. Да, есть такое. Метод два списка. Есть вещи, которые вам нравятся делать, есть вещи, которые и вы делаете регулярно, которые вам нравятся, есть вещи, которые не очень нравятся делать. Объедините эти два списка. Например, мы пишем, нужно прочитать развивающую литературу, нужно там сделать домашнее задание, нужно помедитировать вечером. Мы уже договорились, мы утром не медитируем. Утром нужно сделать там зарядку или поприседать, разогнать у себя кровь. Хотя вот такое разогнать кровь, я помню еще с каких-то советских времен эту фразу, но она актуальна до сих пор, потому что действительно, когда у нас повышается наш пульс от физических упражнений, мы чувствуем энергию в нашем теле. И мы что делаем? Мы эти два списка объединяем. Мое любимое объединение, которое я использую, я после, я даже не знаю, мне, наверное, три списка объединено, на занятия по французскому языку я езжу в другую часть города, там школа французская лучшая в городе. И я, когда не хочу ехать, я себе говорю, ну после французского ты же пойдешь вкусный завтрак кушать, вот там прекрасный ресторан есть, вообще замечательный, чудесный. И я иногда еду туда для того, чтобы позавтракать в этом ресторане после занятий. А после занятий я иду в этот ресторан и делаю там домашнюю работу на следующее занятие. То есть я объединяю изучение французским с посещением своего любимого ресторана. Я, когда чищу зубы, я приседаю и проговариваю про себя счет на французском языке, потому что мне тяжело запоминаются цифры на любом языке. И я приседаю и чищу зубы и проговариваю. Знаете, вот я хочу сказать, что и зубы чищу я теперь дольше, благодаря этому объединению. Например, когда вы садитесь там вечером, что-то делаете, не можете начать работать, пока не уберете на столе, можете включить развивающий подкаст или какой-то материал, который вы хотите прослушать, пока вы тут наводите порядок или делаете у себя макияж или снимаете макияж. То есть всегда можно объединить какие-то две вещи, одна из которых у вас и так уже привычка, и вы ее делаете, она вас радует. Вторая, которую вы хотите сделать привычкой, пусть они будут привязаны. Не связывайте две вещи, которые вам даются тяжело. Я помню, когда начинала экспериментировать с этим методом, наслушалась умных людей, которые сказали, что можно бегать и слушать образовательные подкасты. И я вышла на пробежку, мне нужно было бежать 35 километров, тренировку, я включила модальные глаголы, английские модальные глаголы подкаст, и он у меня зациклился, он не переключался на следующие темы. И я три с половиной часа слушала модальные глаголы. И я сейчас даже, когда эту тему слышу, чувствую боль в своих ногах. Поэтому я уже давно не бегаю с какими-то очень сложными темами в ушах. То есть легкую литературу можно. Да, Катя, тебя это тоже ждет, когда ты решишь бегать в марафон. Но это не часто бывает. Сколько там тех? Две тридцать пятки перед марафоном. Можно тридцатки. Так, ребенок был маленький, гуляла с коляской и слушала аудиокнигу. Да, Ольга, это вариант, когда вот гуляешь с коляской, слушаешь книгу. Но важно, если ребенок в этот момент спит, они требуют внимания. Потому что мы очень часто, находясь с нашими детьми, делаем что-то другое. Все-таки, если посчитать время, которое мы проводим с нашими детьми, полностью погружаясь в них, иногда не доходит и до часа в день, вот когда вы с ними, не с телефоном, не с книгой, а вот именно с ребенком. Меня бабуля всегда называла девушкой из семьи, девушка, я теперь понимаю. Так, ну вот здесь я против многозадачностей, когда есть вещи, которые вы пытаетесь одновременно сделать эффективно. Ну, например, вы говорите по телефону и тут же что-то записываете, там листаете или что-то делаете. В этот момент вы то там потеряли внимание, то здесь потеряли внимание, то там, то здесь. Поэтому лучше вот в вещах, которые требуют концентрации внимания, сфокусироваться. А механические действия, причем, что я хочу вам сказать, когда я кушаю, вот завтрак у меня, именно в процессе поедания я не смотрю в задание. То есть я не делаю задание, когда кушаю, потому что можно переесть очень быстро. То есть ты не замечаешь, как ты насыщаешься, если ты куда-то смотришь в телефон, в книгу и так далее. А пока я жду заказ или уже потом пью кофе, я тогда делаю, делаю свою домашку. Поэтому здесь вот с семиделушкой нужно разделять. Многозадачность, потому что очень часто, если мы много-много-много переключаемся, мы очень часто неэффективны во всех вещах. А если что-то у нас совсем на автомате, то второе, пожалуйста, можно хоть с семиделушкой. Наталья, спасибо за ваш пример и бабулину фразу. Так, календарь. Запишите в календарь, пусть он вам напомнит о том, что вы сегодня должны были сделать какое-то действие, которое вы себе запланировали. То есть вашу привычку можно записывать как плановую вещь в ваш календарь, даже если она у вас забирает одну минуту. Пусть вам утром в 7.40 звонит будильник, а 8.15 напоминает, что вам нужно сделать утреннюю разминку перед телефонными звонками. Да, 5 минут физической нагрузки для тела, для того, чтобы и звонки прошли тоже на таком же высоком энергетическом уровне. Окружите себя стимулами. Стимулами, которые вызывают желаемое поведение. Из моих любимых примеров, это когда вы на сумку спортивную или на кроссовке клеите обычный стикер, на котором написано «Я твой источник энергии и успеха». Обычный стикер, на котором вы пишете фразу, например, «Я твой источник энергии и успеха». И вы кладете этот стикер на сумку или на ваши кроссовки. И когда вы к ним подходите, вы понимаете, где ваш источник энергии. И он вам говорит «Возьми меня, надень меня» и пошли за энергией и успехом. То же самое касается и стикеров на холодильнике. Вы можете просто приклеить продукты, которые обязательно кушать каждый день. Обязательно. Например, чашку овощей, свежих овощей. Пусть это будет напоминание у вас на холодильнике. Наталья пишет «Это не стимул, это привязка, в которую верю. 18 ноября новолуния, хорошо на растущую луну, начинать что-то новое. Все легче, проверено». 18, то есть в каждое новолуние. Хорошо. Я себе тоже напишу 18 ноября что-то новое начать. Вот у кого в планах еще новые привычки, начинаем 18 ноября. Договорились? И тогда у нас, ух, как попрет. Ну, Наталья, стоит верить. Привычки бывают разные. Бывают хорошие, бывают плохие. Я сейчас хочу пару слов сказать о плохих привычках. Мы все рассматривали, как внедрять хорошее, но что же делать с плохими? В отличие от хороших привычек, урались несколько дней, это чтобы ничего не делать. Это чтобы списки написать, да, что начинать. Привычки бывают плохие. И в отличие от плохих, от хороших привычек, работа маленькими шагами или мини-привычками с плохими не дает результата. Если вы хотите избавиться от плохой привычки, от нее избавляться нужно резко, раз и навсегда. То есть, если вы хотите бросить курить, это не значит, что по стратегии маленьких шагов я курила сегодня 20 сигарет, завтра курю 18, послезавтра 15. И так я снижу до нуля. Или я сегодня ем там, я не знаю, на ночь 3 килограмма булок, а потом я ем полтора килограмма булок. Нет, все, я на ночь булки не ем. Все, я завтрашнего дня не курю. Или я, ну что там еще из плохих, я выпиваю вино только по выходным дням, например, потому что я знаю, что многие, многие люди жалуются на то, что каждый день присутствует какой-то алкоголь, и они бы хотели от него избавиться. То есть, если от плохих привычек избавляться, мы избавляемся разом. Все, я этого не делаю. И тут нужно будет просто перетерпеть этот момент ломки, когда хочется это сделать. По-другому не получится. История с маленькими шагами в отношении плохих привычек не работает. Есть другой момент, что у каждой плохой привычки есть своя выгода. Как вы думаете, вот можете вспомнить свои, я не прошу писать их названия, а просто напишите, почему вам выгодно, чтобы у вас эта привычка была. Просто напишите, в чем выгода вашей вредной привычки. Саму привычку можно написать. Напишите, чем выгодно, чтобы она у вас была. Так, лень, лень писать. Удовольствие, удовольствие. Так. Снять стресс. Веселье, удовольствие. Молодцы, мои хорошие. Вы сами, настроение поднимается. Вы сами прекрасно все знаете. Все вредные привычки объединены одной общей, одной общей идеей, одной общей выгодой. Это получение удовольствия. И представьте себе, что когда вы начинаете фокусироваться на том, что вы избавляетесь от вредной привычки, например, перестаю кушать на ночь или перестаю зависать в социальных сетях или перестаю засыпать под телевизор. Вот вы решили, что вы от этого избавляетесь. Вы как бы подсознательно себе говорите, все, с завтрашнего дня у меня удовольствий не будет. То есть вы лишаете себя определенной, определенной доли больших удовольствий. Поэтому, если вы настолько осознанно решили от нее отказаться, вы себе говорите, да, я этого больше не делаю. И для того, чтобы это прошло проще, исключайте все триггеры, которые запускают нежелательное поведение. Если стикер, мы говорили с вами, запускает желательное поведение, как записочка на кроссовках, то есть вещи, которые запускают нежелательное поведение. Например, когда вы приходите с работы домой или где-то вы были вечером, а дома все сели кушать, а вы не голодные, что вы будете делать? Вы за компанию сядете, покушаете. Или вы проходите мимо своей любимой кофейни, а вы хотите избавиться и не пить кофе, к примеру. Но вы проходите мимо этой кофейни, вы чувствуете запах кофе и вы заходите выпить кофе. Вы решили не курить, но ваши друзья постоянно выходят и вас зовут и говорят, пойдем с нами, просто постоишь. И вы выходите и за компанию начинаете курить. То есть, что нужно сделать? Нужно максимально исключить триггеры, которые запускают нежелательное поведение. Это такие вещи, как люди, это могут быть люди, это могут быть места и это могут быть ситуации. То есть, какие-то ситуации, которые провоцируют у вас нежелательное поведение. И полностью исключайте из своей жизни эту вредную привычку. Уменьшая количество столкновений с ситуациями, людьми и местами, которые могут это провоцировать. Я вам сейчас кратко рассказала, как избавляться от вредной привычки. Никуда не деть друзей и знакомых. Но друзей и знакомых никуда не деть. Друзей или родных. Родных точно никуда не деть. С друзьями, которые провоцируют нежелательное поведение, можно уменьшить количество контактов. Потому что если у вас в приоритете сейчас отношения с друзьями выше, чем избавление от вредной привычки, в настоящий момент значит так оно и будет. А если вам эта вредная привычка вот так и вы понимаете, что именно друзья ее провоцируют, задумайтесь. Задумайтесь, вы хотите дальше с ней жить или нужно просто уменьшить количество взаимодействия с теми людьми, которые ее провоцируют. Так, у нас уже тут немножко по времени. Я еще 5 минут займу. Это возможно. Дайте знать, если это возможно. Восстановить утраченную привычку можно точно так же, как и развить новую. То есть вы делаете все то же самое, как и развиваете новую привычку с нуля. Мини-привычками. 21 день мини-привычками и потом 3 месяца работая с качеством. Поэтому, смотрите, я вам сейчас кратко рассказала, как избавиться от вредной привычки. Но я сторонник того, чтобы не фокусироваться вообще на вредных привычках. Есть она у вас, дает она вам удовольствие, вы жили с ней последние цать лет. Пока оставьте ее, как она есть. И начните внедрять новые. Постепенно новые привычки, они вытесняют какие-то... Но время же должно находиться на то, чтобы заниматься спортом, заниматься языками, больше делать по работе, делать те вещи, которые новые, читать, что-то писать, делать посты и так далее. Ага, спасибо, Олечка. Делать... Тогда участники, если у вас по времени уже там свои планы, с теми, кто должен идти, я прощаюсь, спасибо большое, я здесь еще, кто может остаться, мы тогда продолжаем. И мы не фокусируемся на тех вредных привычках, которые есть. То есть я сторонник того, чтобы фокусироваться на формировании новых. Тогда необходимость получить дополнительное время, чтобы успевать все делать новое, оно постепенно будет вытеснять те вещи, которые вам, может быть, сейчас нравятся, а потом это ресурс, из которого вы можете время получить. У меня так с друзьями, вот вы говорите, а что делать с друзьями? У меня очень классные были отношения с ребятами, это мои друзья, мы сейчас с ними видимся два-три раза в год, не чаще, с которыми мы проводили каждые субботние вечера. Каждый субботний вечер мы вместе встречались, отмечали хорошо завершенную неделю или не очень хорошо. Я готовила что-то вкусное, они приносили что-то вкусное выпить, и таким образом мы могли зависать до трех-четырех утра. У нас дети вместе шли тусить в отдельную комнату, когда были поменьше. и в какой-то момент, когда я начала бегать, я не хотела отказываться от алкоголя в своей жизни, я не хотела отказываться от вечерних посиделок в своей жизни, но когда бег пришел в мою жизнь, я понимала, что мне утром в воскресенье нужно выходить на длительную пробежку, длительную это там 10, 15, 20 километров, и после такой бурной веселой ночи это делать сложно. И когда они приходили, я говорила вы тусите, я иду спать, потому что мне завтра нужно раньше встать. В какой-то момент они стали приходить реже, ну и мне интересно, они же ко мне приходят. Потом они начали приглашать меня к себе домой, перестали приходить, я еще какое-то время ходила, уходила раньше, а потом вообще я поняла, что мне как-то невыгодно с точки зрения временного ресурса приходить, и плюс они пьют, а я уже не пью, потому что с утра после алкоголя бегать тяжело, и мы постепенно перестали общаться так часто. Мы друг друга поздравляем и все, с какими-то праздниками, но не зависаем так, как зависали раньше. То есть я не избавлялась от своих друзей, как триггеров, которые запускали нежелательное поведение. Мои новые привычки постепенно сформировали другое окружение вокруг меня, с которым я провожу большую часть времени. Нужно понимать, что если вы начнете меняться, окружение у вас тоже изменится вокруг вас, либо вы бросите свои перемены, или окружение начнет меняться вместе с вами. Вот этот момент нужно понимать, что окружение либо изменится с вами, либо поменяется само окружение. Так, у вас есть, останутся эти два слайда, тут даже у нас три слайда есть. Первый это привычки развития продуктивности, привычки успеха и привычки здоровья. После тренинга эти слайды я вам высылала. Я думаю, что вы и из этих списков тоже брали какие-то привычки для своего развития. Поэтому просмотрите потом еще раз их и выберите, что бы вы хотели внедрить в свою жизнь. Это не есть что обязательно этих семь пунктов. Это такие основные пункты, если человек не знает какую привычку попробовать. Не знаете, берете один из этих пунктов. Например, избавляться от ненужного. Не надо превращаться в хомяков, которые все копят и копят у себя. Ненужные вещи избавляйтесь, отдавайте тем, кому эти вещи больше нужны или выбрасывайте. Писать, читать, пробовать новое, учить иностранные языки. Еще кроме того, что вам это поможет в общении и расширении кругозора, изучение иностранных языков, это лучшая профилактика болезни Альцгеймера. Слушать образовательные подкасты, делиться информацией с другими и расширять круг своего общения. И привычки бизнеса для будущих миллионеров, это благодаря Эдуарду Васильеву вот такие пять привычек, с которыми он поделился. первое, это ежедневный рекрутинг, приглашение новых партнеров, ежедневное планирование и подведение итогов дня, ежедневное сопровождение новых партнеров. Обратите внимание, вот эта фраза ежедневная, она как раз и подталкивает к формированию новых привычек, если таких и не было, потому что это регулярное повторение. Первые шаги, они всегда сложны, но потом это становится легче, потому что и самооценка повышается, и уверенность растет. Быть стопроцентным пользователем продукции и выполнять личный товарооборот в первые три дня каталога. Поэтому кто хочет новых званий, пожалуйста, пять привычек вам еще в копилку. И, конечно же, никуда не деться без привычек для здоровья, потому что с возрастом наше здоровье постепенно дает трещину в тех местах, которые генетически предрасположены к тем или иным заболеваниям, возраст зависимым заболеваниям. Так, я вам сейчас промотаю несколько слайдов. Важные выводы про ЗОЖ. Вот третий пункт, я хочу, чтобы вы на него обратили внимание. Почему-то многие думают, что если они начнут вести здоровый образ жизни, то они гарантированно получат долголетие. Не совсем так, потому что генетически у нас заложено то количество лет, которые наш организм может прожить. если генетики в ближайшее время не откроют формулу как можно увеличивать этот промежуток времени, но пока не открыли, то у нас есть зашитое количество лет, которые мы можем жить. И вот важным моментом является то, что он не гарантирует долголетие, но улучшает качество жизни. То есть мы можем ярко жить и 80 лет. мы можем ярко жить и 80 лет. И стандартная сейчас где тут тем рисовалка, не вижу, ладно. Вот стандартная ситуация, что у нас постепенно с возрастом качество нашей жизни падает. Первый график. И на втором графике, если вести здоровый образ жизни, то можно качество жизни свое удерживать на одном и том же уровне, достаточно высоком. удерживать, удерживать, удерживать и потом вот эта точечка в один день, в 100 лет спокойно умереть. То есть кто-то выбирает первый график и может не обращать внимания на здоровые привычки, кто второй, но здесь придется тогда поработать и внедрить в свою жизнь побольше здоровых привычек. Для здоровья какие-то привычки у нас могут быть 10 тысяч шагов в день и движения каждый час. То есть 10 тысяч шагов это тот минимум, который нужно прошагивать каждый день. Вот не дошагали, взяли себя вечером и пошли прогулялись по району где угодно с детьми, с собакой, сами с собой и каждый час поставьте напоминалку, чтобы вам будильник говорил час встал, пошел выпил воды, но просто пройтись не сидеть 2-3 часа как мы сейчас сидим с вами. Вода. Пьем воду, снижаем количество еды хотя бы на 10% меньше, чем вы привыкли кушать. То есть самый простой способ не сидеть на диетах, исключать какие-то продукты, просто попробуйте для начала снизить количество еды и обязательно добавить порцию свежих овощей в день. профилактические осмотры. Кто последний раз не так я поставлю вопрос. За последний год кто ходил к терапевту на профилактический осмотр, не потому что что-то заболело, а просто потому что пойти провериться убедиться, что все хорошо. Так, Татьяна, зачет, Регина, круто. Просто для профилактического. Молодцы девушки, просто большие молодцы. Пункт шестой. Уход за лицом и телом. я думаю, что здесь вы специалисты, сами знаете, как это правильно делать и почему это очень важно. Работать с телом. Вот Катя пишет, что сходила, до этого не ходила лет пять. У меня была та же история, теперь хожу как в школу, регулярно, на всякий случай. Я хожу только вообще, когда что-то серьезное. Есть такое мнение, что не нужно искать болезнь там, где ее нету, но сдать анализ крови, чтобы увидеть, что у вас все в порядке с гемоглобином, а с возрастом можно еще и сдавать на гормональный фон, что если у вас качели с настроением, то это не связано с определенными гормональными изменениями, лучше просто такие вещи холестерин, гемоглобин, сахар, крови сдавать и спокойно себе дальше никому не ходить. Да, 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 молодец, Катя, правильно, потому что особенно если начинаешь активно тренироваться, вот лучше убедиться, что все хорошо, и кардиологу, да, пошли, проверили сердце, нормально, можно бегать. Работа с телом, седьмой пункт, мы тренируем сердце, потому что кардио-тренировка, вот эти ходьба, 10 тысяч шагов, бег, плавание, тренируют наше сердце и продлевают нашу жизнь. Нам нужно тренировать мышцы, делать такие упражнения элементарные, можно даже без тренажерного зала, такие как приседания, пресс, отжимания, кто может подтягивания, для того, чтобы наши мышцы были в тонусе, потому что они держат наш скелет. Вы знаете, что с возрастом у нас кости становятся более хрупкими и есть вероятность травм получения, там подвернул ногу, если в молодости ничего, то во взрослом возрасте это может быть вплоть до перелома. Поэтому мышцы нам нужны, чтобы улучшить качество нашей жизни, сердце, чтобы продлить нашу жизнь и растяжка, чтобы чувствовать себя, чтобы чувствовать себя более, вот знаете, более таким молодым, потому что вот такое скухоженное тело, которое с возрастом как-то вот оно сгинается, это потому что у нас менее растянуты, становятся не такие гибкие суставы и так далее, поэтому растяжку делаем. Вот три вида тренировок, которые нам помогают. К сожалению, что-то одно выбрать, это лучше, чем ничего, но этого недостаточно. Это я говорю, там, например, кто только, для тех, кто только что-то там бегает или только в зал тренажерный ходят или только йогой занимаются. Важно добавить, если йога, то чтобы были и силовые асаны тоже. Кушать только, когда есть голод, не заставлять себя кушать, если не голодны и останавливаться кушать, когда вы не голодны, то есть вовремя. Контролировать вес и ложиться раньше. Это те привычки, которые помогают сохранить нам здоровье. И сейчас я попрошу вас, тех, кто остался у нас в чате, я почему-то не вижу, сколько у нас людей, написать обещание. Помните, что иногда мы делаем только потому, чтобы мы пообещали другим, что будем это делать. Дать обещание, что же вы внедряете в свою жизнь из новых привычек. Татьяна, 53, не поняла, что это. Я не только про зожные привычки, а вообще. Просто напишите, какую вы точно, 100% внедрите в свою жизнь. Ну, во всяком случае, у вас намерение есть. А, 53 участника. Круто. Регина будет рано вставать и вовремя ложиться. Здорово. Спать без телефона. Я вам обещаю, у вас сон сразу изменится, качество сна. Чек-лист на день. Круто. Вовремя ложиться, пишет Елена, и рано вставать. Раньше ложиться. Наталья будет, я так понимаю, отдыхательные практики, да, какие-то делать. Рано вставать, ложиться спать без телефона, без телевизора. Ежедневный рекрутинг, звонки и планирование. Планировать. Только девушки, помните, что если вы начинаете только это делать, разбейте на маленькие какие-то шаги, чтобы вы, когда совсем не хочется делать. Махаббат, дневник вести будет. Екатерина, раньше ложиться про телефон, пока не могу обещать, но попробую. Катя, обещаю мне. Так, обещаю по Эдуарду Васильеву списку. Хорошо, ежедневный рекрутинг, ежедневный рекрутинг, режим дня. Здорово, здорово. Я думаю, что каждый из вас выберет либо что-то из тех списков, которые здесь есть, либо то, что вы уже начинали в своем дневнике привычек. Продолжайте свой дневник, продолжайте свой дневник привычек, обязательно. Дополняйте его, вписывайте новые страницы, его можно ввести в электрон, в виде, конечно же, вписывать новые графы и отмечать. Создайте этот непрерывный цикл, непрерывную цепочку, когда вы ставите себе галочки, чтобы видеть, как у вас прям выстраивается такая длинная-длинная цепочка. Она психологически включает желание продолжать ее делать дальше и дальше. Так, планирование не только на месяц, но и на больше, вести дневник, ежедневно общаться с командой. Жизнь по Васильеву 100%. Хорошо, если Эдуард будет смотреть, привет, Эдуард, от всех участников вебинара и большой привет от меня. Так выглядит ваша воля утром. Это или наполненный сосуд. Просто вы, когда утром встаете, представляете, что у вас ваша воля, это или наполненный сосуд, или полностью заряженная батарейка. И помните, что именно сейчас легче всего сделать то, что вечером сил вообще не будет. Многие вещи попробуйте делать именно с утра, которые вы себе запланировали из новых привычек, из новых вещей. Это действительно делать легче утром. И памятка. Первое. Не завышайте минимум. Если начинаете что-то новое, начинайте с маленьких простых шагов. Второй пункт. Радуйтесь даже этим маленьким шагам. Даже если вы легли сегодня на коврик, чтобы сделать какое-то одно упражнение из йоги, порадуйтесь, потому что вчера вы даже этого сделать не могли. Сохраняйте спокойствие. Результат будет, но не сразу. В стратегии маленьких шагов невозможно за неделю выучить язык, получить новый навык, похудеть нацать килограмм, сформировать привычку бегать или пробежать марафон-полумарафон за неделю. Но результат будет. Я вам обещаю, что если вы пойдете по этому пути, то через год, и очень много примеров есть тому, что через год вы понимаете, насколько круто изменилась ваша жизнь в отношении с саморазвитием. Напоминайте себе, что это легко. То, что вы делаете, и те шаги, которые вы делаете, вы их настолько упростили, что это можно сделать в любом состоянии, в любом настроении. И постепенно переходите в качество. Через три недели, может быть, кто-то начнет чуть раньше, если вы чувствуете, что у вас уже сопротивления нету к тому, чтобы это делать, можете начинать работать с качеством. То есть, либо больше времени, либо качественнее прорабатывать те упражнения, которые вы делаете. Планировать. Посмотрите, какие техники планирования есть у успешных людей, у ваших коллег, для того, чтобы не просто два-три пункта писать себе на день, а как можно планировать в долгосрочной перспективе. То есть, смотрите, что из качественных вещей вы теперь можете внедрять. Кто-то будет каждый день делать массаж лица ложками. Классно! Массаж лица – это вообще так хорошо. Так, и что делать, если срывы? Если вы, например, 21 день прошли, а через два месяца раз, и у вас пауза. Вот просто возникло такое, ну, сорвались, начали опять делать что-то не так, как делали. Что же в этом случае делать? Я вам хочу рассказать свою историю. Может быть, кто-то ее уже слышал, может быть, кто-то не раз. Но для меня она мне помогает в первую очередь продолжать движение, когда я срываюсь. Когда я участвовала в половинке Ironman, Half Ironman называется дистанция, где нужно было проплыть почти два километра, потом другой участник команды ехал на велосипеде 90 километров, и потом я бежала 21 километр. Я с радостью приняла предложение поучаствовать вот в таком командном мероприятии, потому что я давно хотела попасть на именно Ironman-овские старты. Но почему-то я как-то не отследила, что вода в озере будет холодной, порядка 15-16 градусов. Я мерзлячка страшная, боюсь холодной воды, боюсь замерзнуть. У меня начинается паника, когда я мерзну. Ну, прям психология, вот как мышечная слабость на высоте, так паника в холодной воде. И я не могла уснуть за день до старта. Я всю ночь просто лежала и думала, что я буду делать, хотя гидрокостюмы разрешены. На первой фотографии, вот красной шапочкой, это я стою, костюмы разрешены, но открытые остаются кисти, мерзнет голова, лицо, мерзнут стопы. И я начала искать в интернете, как плавают люди в воде, там 12 градусов, когда еще холоднее. И я нашла статью, большую статью, в которой было три ключевых пункта. И это пункты были следующие. Пункт первый. Когда вы зайдете в холодную воду, у вас начнут коченеть кисти и стопы ног. Было написано в статье. Пункт второй. Это чувствуют все участники заплыва. Пункт третий. Это нормально. И пункт четвертый. Ну, как бы резюме. Продолжайте движение. И вы знаете, когда я зашла в эту холодную воду и почувствовала, что у меня свело руки и ноги, я посмотрела на... Ну, как бы ты плывешь и смотришь же на людей, которые вокруг, когда ты делаешь вдох. Я увидела, что остальные продолжают плыть. И я вспомнила, что у них то же самое. И они чувствуют то же самое, что это не моя уникальность, что мне тяжело. И они продолжают движение. И эта фраза, это нормально. Ну, то есть, когда тебе тяжело, это нормально. Понимаете? И когда вы формируете новые привычки, когда у вас что-то не получается, когда вы срываетесь, помните, это нормально. Когда у вас возникла пауза в том, что вы делаете, вы же человек, у вас кроме привычек есть куча других вещей, у вас есть своё настроение, у вас есть настроение ваших близких людей, которые могут на вас влиять, на вашу мотивацию, на ваши планы. И мы можем сорваться. И вот этот срыв, назовите его себе, пауза. Если у вас возникла пауза, скажите себе, это происходит в жизни каждого человека. Это нормально. Продолжайте движение. Просто продолжайте, как будто этой паузы не было. И в завершение я хотела показать вам ролик, который... Два ролика хотела показать. Даже... Ну, давайте мы два с вами и посмотрим. Сейчас. Видно же, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Играет музыка Это про то, что первый шаг очень страшно сделать. И иногда наш страх больше, чем на самом деле то, что может произойти. Поэтому видео называется... Сейчас напишу. Поэтому первый шаг... Вот знаете, страшно. Закрыли глаза, сжали кулачки, взяли телефонную трубку, если страшно позвонить первый раз. И сделали свой первый звонок. Провели свой первый вебинар. Пригласили... Подошли к человеку, которому страшно было подойти. И я помню свои первые звонки, потому что мой первый бизнес это был рекрутинг. И у меня было свое агентство рекрутинговое. Начинала я как внутренний рекрутер в компании. И я помню, как мне было страшно. И когда я взяла первого человека к себе на работу, она вообще не могла звонить. Она просто... У нее цепенели руки, когда она подходила к телефонной трубке. И я говорила, чего ты больше всего боишься? Она говорила, я боюсь, что меня пошлют. Ну что мне скажут, да знаешь что, иди ты. Я ей сказала, ты знаешь, это страшно первый раз. А потом это становится частью работы, что есть какой-то процент, когда тебе такое говорят. И все. Но зато результаты, которые ты можешь получить, сделав там столько-то звонков, они... Они потрясающие, когда человек приходит и выходит на работу и говорит спасибо, чтобы меня нашли, чтобы мне тогда позвонили и так далее. Поэтому страшно только первый раз. Вот этот первый шаг, он как раз дает возможность... Да, страхи тормозят. Но они нас когда-то уберегли от нелепых действий, от ненужных поступков и сохранили жизнь, может быть. Когда мы особенно были молодые, энергичные и хотели пробовать невероятные вещи. Но страхи нас тормозят с другой стороны, это правда. И второе видео про то, что качество жизни может быть на высоком уровне в любом возрасте. Видео на английском языке. Я потом основные моменты переведу, но суть здесь про Мадонну Бьюдер, это монахиня, которой 86 лет, если я не ошибаюсь, и про ее образ жизни. Она начала заниматься спортом, когда ей было уже за 50. И к чему это привело в ее жизни, давайте посмотрим. Мадонна Бьюдер. аничー Мадонна Бьюдер. Н 86-летие Мадонна Бьюдер. 186-летие �� Готович Мадонна Бьюдер. lender Мадонна Бьюдер. Кархıyorsun Мадонна Бьюдер grew with take Напомни 47 К cara И когда они забегают в воду, и мужчина ей говорит, ты вообще соображаешь, это айронмен, это может убить тебя. Она говорит, первые 45 раз меня не убили. Айронмен это дистанция, где плыть почти 4 километра, ехать 180 на велосипеде и бежать потом полный марафон. Она прошла эту дистанцию за 15 часов. 15 часов беспрерывной работы, сердце на высоком пульсе и твоего тела, 86 лет. То есть начала заниматься в 50+. Вы знаете, никогда не поздно увлечься чем-то, никогда не поздно пробовать что-то новое. И есть много вещей, может быть, когда ты не сможешь быть прям номер один. Но есть много вещей, которые сделают тебя номер один в твоей жизни по сравнению с тем, что было несколько лет назад, несколько месяцев назад. И вот как раз каждый день маленькими шагами можно прийти к тому, что вы получите то, о чем даже себе не мечтали. Всем спасибо за участие в этом вебинаре. Если есть вопросы, я еще здесь. Если вдруг есть видео, вебинар у вас сохраняется. Называется видео, я хотела написать, по-моему, вот так вот. Сейчас я... А у вас будет ссылка, наверное, в это видео. Сейчас, секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok